I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Здравствуйте! В эфире программа «История жизни». Меня зовут Владимир Петухов. И сегодня мой рассказ о человеке, который никогда не боялся и не стеснялся говорить со сцены о тех вещах, о которых другие предпочитали молчать. Его яркие, цельные и очень остроумные сатирические монологи уже давным-давно разлетелись на крылатые фразы. И благодарные зрители, которые приходили на его концерты, постоянно гадали, посадят его после очередного выступления или все-таки нет. А он продолжал работать и продолжал высмеивать все то негативное, что было связано с нашим обществом. Яркие, аристократичные, интеллигентные и, безусловно, гениальные такими эпитетами награждали благодарные зрители этого великого актера. Медики утверждают, что одна минута смеха продлевает человеческую жизнь на пять минут. И если это действительно так, то можно себе представить, сколько жизней продлил этот великий артист за всю свою деятельность в театре. 24 октября исполняется 105 лет со дня рождения выдающегося советского сатирика Аркадия Исаакиевича Райкина. Я прихожу к тебе, ты через завсклад, через директор магазин, через товаровед достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту сает вкус. Спис-фиски. Спис-фиски. Любое его выступление вызывало бурю радостных эмоций у зрителей абсолютно любого возраста. Он был по-настоящему народным артистом. Его любили и его уважали. Но в чем же причина такого грандиозного успеха? Давайте сегодня попробуем выяснить это вместе. Аркадий Исаакович Райкин родился 24 октября 1911 года в Риге. Отец, Исаак Давидович, работал в Рижском порту. А мама, Елизавета Борисовна, была домохозяйкой и занималась воспитанием детей. Аркадий был самым старшим из детей. И кроме него в семье росли еще две девочки. Белла и Софья. И самый младший брат Максим, который родился в 1930 году. Во время Первой мировой войны, когда к городу подошли немцы, семья Райкиных перебралась в город Рыбинск. И там местные детвора устраивали свой собственный театр. Первая роль, которая досталась тогда маленькому Аркашке, была роль убитого купца. Он лежал с кинжалом под мышкой, изображая труп. Очень трудно было семилетнему артисту не шевелиться и не подглядывать в зал. Ведь в финале мертвое тело неожиданно оживало, вскакивало и убегало подальше от сцены. Ибо само театральное действие заканчивалось взрывом. Когда папа увидел, как сын кривляется перед зеркалом, он выпаврал ребенка и закричал. И еврею быть клоуном? Нет, этого не будет никогда. Ведь он всю жизнь, отбирая в морском порту лес для лесопилен и шахт, считал увлечение сына театром пустым и вредным. «Ну если уж так тебя тянет в артисты», — говорил отец, — «то лучше, как это принято в интеллигентных еврейских семьях, занимайся музыкой». И купил сыну скрипку. Но Аркашка быстро приспособил ее для катания по льду. А еще, сделав из смычка кнутик, возил скрипку по снегу, как саночки. Райкин был совершенно здоровым ребенком только до 13 лет. Потом как-то однажды он пошел на каток, сильно простудился, заболел ангиной, подхватил инфекцию, которая пошла по всему организму, и слег надолго в больницу. Врачи давали очень неоптимистичный прогноз. Они полагали, что ребенок не выкарабкается. Любое движение в палате ему давалось с большой болью. Ему было больно даже лежать под простыней. Тогда-то у него и сформировался настоящий мужской характер. Он стал замкнутым, думающим и очень наблюдательным человеком. Через 10 лет ангина повторилась. И вновь врачи, разводя руками, сказали, что на этот раз он точно не выкарабкается. Шансов не было практически никаких. Был лишь только один шанс сделать строчную операцию по удалению глант. Слава богу, она прошла успешно, но все-таки дала свои осложнения. До конца своей жизни Райкин страдал пороком сердца. У него развился ревмокардит. В 1922 году семья Райкиных поселилась в Петрограде. Юный Аркашка бредил театром. Чуть ли не каждый вечер он пропадал в стенах Государственного академического театра драмы «Бывшие Александринки». Продавая втихую книжки и тетрадки, он доставал деньги на билеты в театр. И за это отец его очень часто порол. Но маленький Аркашка только сжимал зубы, не роняя ни слезинки. В театре же Аркадия Райкина знали, любили все контролеры и частенько даже пускали на представление совершенно бесплатно. Из всех школьных предметов он больше всего любил рисование. И учитель, кстати, все время говорил, что из него мог бы получиться настоящий живописец. Урок рисования был часом Аркашкиного торжества. И он по-настоящему колебался между выбором будущей профессии. Но все-таки театр победил. Родители будущего замечательного артиста были категорически против выбранной театральной профессии. И конфликт был настолько сильным, что Аркадию пришлось убежать из дома. Он поселился в общежитии, устроился работать лаборантом на Охтинский химический завод. И это было в 1929 году. Но при этом не переставал грезить о театре. Отработав всего лишь навсего год и получив необходимый рабочий стаж, Аркадий Райкин становится студентом Ленинградского театрального института. В 1934 году Аркадий Райкин встречает в институте свою будущую жену Руфину Иоффе. На последнем курсе он как-то пришел в студенческую столовую и встал в очередь. Обернувшись, увидел, что за ним стоит она. «А что вы делаете сегодня вечером?» – волнительно спросил Райкин. «Ничего. Пойдемте в кино». Когда они вошли в зал кинотеатра, заняли свои места и погас свет, он тут же ей сказал. «Выходи за меня замуж». Со своей женой Райкин прожил без малого 50 лет. По утверждению очевидцев, это была прекрасная, практически идеальная пара двух любящих людей. Конечно же, как и в каждой артистической семье, у них тоже случались размолвки. И связаны они были прежде всего с огромным количеством поклонниц, которые атаковали и преследовали Аркадия Исаакча повсюду. Но мудрая жена всегда старалась этого не замечать. Она, как настоящая хранительница очага, всегда старалась во всем угодить своему мужу. Рома была красавицей. Очень яркая, талантливая, веселая и глубоко образованная женщина. Она знала массу историй и анекдотов. У нее был и литературный талант, отмеченный, кстати, многими критиками. Но времени писать самой у нее, конечно, не хватало. Она играла в театре, была секретарем Райкина и буквально не отходила от телефона. Она очень любила мужа, поэтому бросила ему под ноги всю свою жизнь и все свои таланты. Она понимала, кто такой Райкин. Ведь почему часто два талантливых человека не уживаются вместе? Обязательно кто-то должен пожертвовать собой ради совместной жизни и любви. А это, согласитесь, может далеко не каждый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова После окончания института Райкин был распределен в Трам, в Театр рабочей молодежи, который впоследствии был переименован в Ленком. А в 1937 году у Райкина вновь случилось несчастье, сердечный приступ, который дал осложнение. Причем такое серьезное, что после выздоровления Райкин посидел, он стал белым, как лист, а ему было всего-то 26 лет. С тех пор Аркадий Исаакиевич красил постоянно волосы. После выздоровления он решил распрощаться с театром и податься на эстраду. В те же годы он попробовал свои силы в кино. Дебют молодого Райкина в кино состоялся в 1938 году, а уже в 1939 на экраны выходят первые два фильма с его участием – «Огненные годы» и «Доктор Калюжный». Ой, юность, юность. Вспоминая себя, те же вопросы. Противно ли лезать трупы, тоже вот домашние варенья. Все то же самое, милый юноша. Через два года вы, как ни в чем не бывало, будете кушать свой бутерброд возле трупа, изрезанного вашими руками. Однако ни удовлетворения, ни зрительского успеха эти роли в кино молодому актеру Райкину не принесли. Он разочаровывается в кинематографе и решает связать свою жизнь с эстрадой. Он гастролирует практически везде со своими миниатюрами. Он выступает во дворцах пионеров, во дворцах молодежи. И в 1938 году очень серьезно начинает заниматься конферанцем. В том же году, 15 апреля, в семье Райкиных случается счастливое событие. На свет появляется девочка, которую Райкин в честь бабушки называет Екатериной. Он без ума от счастья, поскольку именно девочку хотел Райкин. Буквально с каждым днем талант Райкина крепчает и привлекает к себе внимание многочисленной публики. Он уверенно идет к своему триумфу. На первом всесоюзном конкурсе эстрады, который проходил в ноябре 1939 года, Райкин выступил с номером Чаплин. Это был переломный момент в его жизни. Все мэтры эстрады сразу же обратили на молодого артиста свое внимание. А сам Леонид Утесов тогда заявил. Этот артист, в отличие от всех выступавших, пришел навсегда. Он будет самым большим артистом. Но самым большим успехом становится то, что Райкин возглавляет Ленинградский театр эстрадных миниатюр. В этот период времени на него обращает внимание сам Сталин. Райкина пригласили на банкет по случаю 60-летия отца всех народов, который проходил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. За столом пировали приглашенные, рядом пели гостям и играли, сменяя друг друга артисты. В отличие от всех остальных, выступавших на некотором отдалении, Райкина усадили за стол прямо напротив Сталина. Единственный сюжет, который ему предстояло показать, конечно, был заранее оговорен. Под бодренным взглядом юбиляра Райкин поднялся, отодвинул свой стул и изобразил одного из своих персонажей. Сталин засмеялся, потом с энтузиазмом начал аплодировать. Затем встал, и все, кто был за столом, тоже встали. Сталин предложил тост за Райкина, и все выпили. Тут Райкин возьми да и скажи, товарищ Сталин, я могу и других типов показать. Он вроде сначала удивился, но положительно кивнул. Гости уселись, а Райкин стал показывать номер за номером. После каждого нового сюжета Сталин и все гости вставали и хлопали в ладоши, стоя. И так повторялось 14 раз подряд. В июне 41-го года театр эстрады выезжает на гастроли в город Днепропетровск. Начало гастролей намечено на 22 июня. А в субботу 21-го устраивается торжественный банкет по случаю приезда столичных артистов. Одним из участников банкета был Леонид Брежнев, в ту пору секретарь Днепропетровского обкома. На банкете Брежнев решил приударить за женой Райкина, Ромой. Он подливал ей в бокал вина, рассказывал анекдоты и постоянно приглашал танцевать. Райкин вынужден был все это терпеть, хотя в душе клокотал от негодования. Этот гнев он выплеснул в гостинице. Артист начал кричать на жену и даже влепил ей пощечину. К счастью, ревнивый муж быстро остыл, а на следующий день конфликт вовсе забылся, поскольку в 12 часов по радио объявили, что Германия напала на Советский Союз. Артистам пришлось срочно возвращаться обратно. Во время Великой Отечественной войны Райкин с большим успехом давал концерты на фронте. А в 41-м году он вновь согласился связать себя с кинематографом. На этот раз он сыграл маленькую, но достаточно яркую роль американского журналиста в фильме «Колотозова» Валерий Чекалов. И этот успех был действительно оправдан. Валерий Чекалов, мистер Чекалов, вы rich? Вы богаты? Очень. Всяб сумма сколько? 170 миллионов. О, ну, долл. Рубль? Рублей, рублей? Нет, не рублей, а человек. 170 миллионов человек работает на меня. Так же, как я на них. Понятно? Вот. Во время войны на Малой Земле Райкин вновь встречается с Леонидом Ильичем Брежневым. Будущий генсек тогда был в звании полковника. Они по-настоящему сдружились и вместе проехали много тысяч километров практически по всем фронтам. Аркадию Райкину чудом удалось вывезти своих родных из блокадного Ленинграда по дороге жизни. Когда истощенная семья Райкиных добровалась до Уфы, Аркадий встречал своих домочадцев кастрюлей с горячими котлетами. Отец Исаак Давидович набросился на еду, от которой его было просто невозможно оторвать. И через несколько дней он умер от заворота кишок. В конце 1944 года Райкин окончательно возвращается в город на Неве. Из коммуналки семья перебирается в роскошную квартиру на Греческом проспекте. Три комнаты занимает Райкин с женой и с дочерью, а этажом ниже прописывается мать, сестры и брат. В 1942 году Аркадий Райкин стал не только ведущим актером театра эстрады, но и его художественным руководителем. На его спектаклях, собственно, и держался весь апертуар коллектива. Однако штат театра эстрады был настолько велик, что тянуть его на себе в материальном плане актеру оказалось не под силу. И он, забрав с собой ту часть актеров, которая работала с ним, добился, чтобы его отпустили в свободное плавание. Поскольку театр Райкина был хозрасчетной организацией, часть прибыли он мог всегда оставлять себе. Райкин получал несколько зарплат, как актер, как режиссер, соавтор миниатюр, а также ему набегал процент от сбора. Общая сумма гонорара актера равнялась нескольким тысяч рублей в месяц. Никто из актеров Райкинского театра на это не роптал, поскольку всем было понятно, главному художнику положено иметь такие гонорары. Че спит на здоровье? Ну, пускай продрыхается, опять тихий будет. Он только в пьяном виде скандалит. Могу сказать, всех перережу! Всех перережу! Кого перережет, кого и чем? У него ножичек-то, нулевой номер, вот такусенький, вот. Ну, только огурчики нарезать, помидорчики для закуски. Всем кровь пущу! Ай, пугает только, пугает. Он тихий парень, скромный. Ну, по пьяной лавочке чего не бывает, конечно. Ну, там прирежет кого-то, там порежет, там, ну, так немного, одного-двух, не больше, вот. А свое отсидеть? Опять тихий, опять скромный. 24 октября 1949 года Райкину исполняется 38 лет. А ровно через месяц его 34-летняя супруга Руф Марковна объявляет, что она беременна. На тот период времени Кате, дочери Райкина, уже исполнилось 11 лет. А беременность его жены чуть не стала причиной семейной трагедии. Дело в том, что ребенка могло бы и не быть. Дело в том, что Аркадия Райкина, как и всякую знаменитость, всегда преследовали женщины. Перед некоторыми из них актер не мог устоять. И тогда, конечно же, случались от Юльтеры. Один из таких романов произошел как раз перед рождением сына. И Руф Марковна об этом узнала. Тогда она решила прервать беременность. Но, к счастью, прежде чем пойти к врачу, она рассказала о своем намерении подругам. И те убедили ее отказаться от этого шага. Так, 8 июля 1950 года Райкин еще раз стал отцом. У него родился сын Костя. Как и положено сыну знаменитых артистов, Костя тоже не остался в стороне от театра. Собственно говоря, как и дочь Катерина, которая поступила в Щукинское училище, и в котором встретила своего будущего мужа-однокурсника Михаила Державина. Однако брак Райкина и Державина оказался некрепким. На горизонте Кати нарисовался новый мужчина. Это был уже ставший популярным, особенно после фильма 1958 года «Идиот», актер ее же театра Юрий Яковлев. Начался тайный роман, который привел к беременности девушки. На тот момент она все еще была замужем за Михаилом Державиным. В это же время ждала ребенка и законная жена Яковлева. Узнав об измене мужа, она подала на развод. Райкина тоже развелась Державиным. Появление молодого Юрия Яковлева в семье Райкиных не вызвало абсолютно никакого восторга. Аркадий Сакиевич рвал и металл. В его представлении мужчина, от которого беременны одновременно две женщины, вообще не заслуживает никакого уважения. И он отговаривал, конечно, от этого опрометчивого поступка свою дочь Катю. Но Катя была непреклонна. Бывшая жена Яковлева родила в июне на свет их общую дочь Алену. А в ноябре того же года на свет появился второй ребенок Яковлева, сын Алексей, от Екатерины Райкиной. Так Райкины стали дедушкой и бабушкой. Но у Екатерины в браке было не все ладно. Муж тогда очень сильно поддавал. Позже Яковлев ушел от Екатерины, оставив ее с маленьким сыном на руках. После этого Райкин вычеркнул бывшего зятя из своей жизни. В 1965 году Райкина приглашают на гастроли в Лондон, на открытие канала BBC. Дело в том, что новоиспеченный канал хотел порадовать своих зрителей с ног сшибательным сюрпризом. С этой просьбой англичане обратились к министру культуры Фурцевой с огромной убедительной просьбой разрешить великому артисту Райкину приехать в страну Туманного Альбиона. Она не выпускала его. Тогда англичане стали предлагать очень большие деньги. И тут Фурцева спросила совета у министра финансов, который уже не смог устоять перед огромными гонорарами. Когда Райкин прилетел в Лондон, его в аэропорту Хитру встречала огромная толпа журналистов. Первый вопрос задан ими. А сколько вы получаете за концерт в СССР? Райкин понял, что в вопросе кроется какой-то подвох и ответил. Ну, приблизительно столько же, сколько и здесь. На следующий день лондонские газеты вышли заголовками. «Райкин – самый дорогой артист мира». Выступая с концертами в Одессе, Райкин замечает молодых талантливых одесситов Михаила Жванецкого, Виктора Ильченко, Романа Карцева и Людмилу Гвоздикову. И сразу же решает пригласить их в свой театр. По приглашению они репетируют номера, которые впоследствии станут самыми настоящими хитами. Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Тот говорит, а вас? Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Тот говорит, а вас? Почти все миниатюры Райкина всегда отличались остротой, в отличие от других артистов. Но, как отмечали советские критики, Райкин всегда был очень корректен и интеллигентен на сцене. Каждое его появление на сцене и экране в советское время было настоящим праздником. Наверное, поэтому для многих граждан страны Советов Райкин – это часть их души, часть той эпохи, которая ушла уже безвозвратно. В конце 60-х годов, после того, как Артис исполнил на эстраде свои сатирические монологи, посвященные Ленину, один из секретарей ЦК вызвал его к себе и, стуча по столу кулаками, посоветовал Аркадию Исааковичу поменять профессию. У Райкина тогда случился инфаркт, после которого он стал совсем седым. В Москве и Ленинграде ему запретили выступать. Театр отправили на длительные гастроли в Петрозаводск. И лишь в 1971 году великий артист вернулся в Ленинград. Приближалось его 60-летие. Однако здоровье артиста продолжало ухудшаться. Масло в огонь подлил слух о бриллиантах Райкина. Якобы Аркадий Исаакович был пойман с поличным на таможне, когда пытался засунуть бриллианты в гроб с телом своей матери, которую он якобы хотел перезахоронить в Тель-Авиве. Слух этот, хотя и был сделан топорно, лег все-таки на благодатную почву, поскольку разговоры о богатстве Райкиных давно будоражили умы рядовых граждан. По советским меркам Райкин был рублевым миллионером. Райкинский театр-миниатюр с 1943 года был хозрасчетным учреждением, поэтому часть прибыли он имел полное право оставлять себе. А это весьма немалые деньги, учитывая, что не было в Ленинграде прибыльнее театра, чем театр Райкина. Райкину всегда запаздывали давать звания. Заслуженный артист, потом народный артист Советского Союза. Всегда это разбиралось с большим скрипом, оттягивалось, потому что все-таки как-никак это был сатирик, который вываливал наружу все недостатки нашего общества. При этом партийщики, строившие козни сатирику, прекрасно понимали, что Райки необходим системе, как тот клапан, который помогает периодически выпускать пар из котла. То есть цели задушить артиста его творчества никогда перед номенклатурой не стояло. Пришлось бы искать просто нового главного художника, а где его было взять? Поэтому было решено Райкина немного приструнить. Товарищи, опять на повестке дня вопрос о безобразном поведении сотрудника нашего учреждения, товарища Ошлепкина. Не в первый раз мы занимаемся разбором его возмутительных дел. После опалы 1971 года власти делали все возможное, чтобы жизнь великого сатирика больше не омрачалась. Судя по всему, здесь между артистом и кремлевскими старцами был достигнут негласный договор. В итоге Райкин вплоть до своей смерти был всячески обласкан властями. О нем снимались фильмы, писали статьи и книги, его награждали самыми высокими наградами вплоть до Ленинской премии и золотой звезды героя социалистического труда. Ой, дурят нашего брата! Ой, дурят! А тот железный, который на коне, тот ничего, тот крепкий. Меч я у него вырвал из руки, щит, рвал-рвал, не идет. Вот тебе музей убил, выходной день. Ежели бы не это дело, никакого удовольствия. С 70-х годов Райкин стал активно прибегать к услугам различного рода целителям. Первой из них была известная целительница Джуна, которая специально приезжала каждый день в театр и во время 15-минутного антракта занималась с Райкиным прямо в гримуборной. Первое время лечение помогало. У Райкина стали меньше болеть ноги, походка стала более упругой и улучшилось общее самочувствие. Так длилось полгода. Затем все вернулось на круги своя. С начала 80-х Райкин был уже настолько плох, что близкие коллеги советовали ему вообще перестать выступать с концертами. Но он отказывался. Говорил, что без выступления он умрет еще быстрее. И это было сущей правдой. Концерты были для великого артиста тем допингом, благодаря которому он еще жил. Под конец жизни Аркадий Саксич решает поменять место жительства. Он очень хочет переехать в Москву вместе со своим театром. И об этом он просит своего старого приятеля Леонида Ильича Брежнева. И мотивирует это тем, что в Москве уже давным-давно живут и успешно работают его дети, сын Костя и дочь Катя. А его бедная больная супруга Руфа, которая перенесла инсульт, очень долгое время проводит в московских клиниках. Конечно же, Брежнев не может отказать своему другу. В 1981 году театру Райкина было разрешено переехать в Москву. Для театра было выделено специальное помещение, кинотеатр Таджикистан. В апреле 87-го он получает имя Сатирикон. Несмотря на то, что с каждым днем здоровье Райкина ухудшалось, он до последнего выходил на сцену и давал концерты. Более того, в 1987 году Райкин решает посетить с гастролями Америку. Врачи были категорически против этой затеи, утверждая, что поездка может стать для артиста роковой. Шутка ли? Перелет через океан и выступление в семи городах. Но Райкин настоял на своем. Врачи согласились, но обязали родных артиста, его дочери Катерину и сына Константина, подписать бумагу, где они обещали заботиться о своем отце. И вот 2 сентября Райкин отправился за океан. Однако со второй половиной концерта случилась беда. У Райкина начался нарыв в ухе. Он простудился от кондиционера в гостинице. Боль не давала спать. Врачи делали, что могли, и благодаря их стараниям Райкин сумел завершить гастроли. Говорил на сцене он уже довольно плохо и тихо. Но это все равно был тот самый, всеми любимый Райкин, которого, естественно, все русскоязычные американцы прекрасно знали. И где бы Райкин не выступал везде, как только он появлялся на сцене, зрители в зале вставали и начинали плакать. Они понимали, что больше живым этого великого артиста они уже никогда не увидят. До последнего Райкин работал на сцене довольно неплохо. Правда, иногда случались и курьезы. Райкин иногда забывал текст самого монолога. Так случилось с миниатюрой про доярку и про делегацию советскую, которая поехала в Париж представлять на выставке свой новый доильный аппарат. Райкин выходит на сцену и говорит, приехала как-то однажды в Париж доярка с доильным аппаратом, чтобы показывать, как нужно давать. Пауза. Потом Райкин вспоминает и извиняется. То есть доить. Но уже было поздно. Все легли просто со смеху, дали занавес. Все. Спектакля больше не было. 23 октября 1987 года Аркадий Исаакович совершил свой последний сценический выход и исправил свое 76-летие. А 28 октября его прямо из дома увезли в Кунцевскую больницу, где он закончил свою жизнь в ночь на 20 декабря. Похоронили его в Москве на Новодевичьем кладбище. Как это парадоксально не звучит, но даже и сегодня ни в Петербурге, ни в Москве нет ни одному памятника Райкину. Нет ни одной улицы, которая была бы названа в его честь. И ведь, согласитесь, это парадоксально. Ведь этот, пожалуй, был самый любимый артист всего советского народа. В греческом зале, в греческом зале. Его словечки, его интонации разлетелись по свету. Он один в советские годы, смел показывая со сцены, как портят человека власть и вседозволенность. Но узнавали его по десяткам масок. Аркадий Исаакиевич Райкин принадлежит к тем немногим артистам, которые никогда от нас не уйдут. Ведь Райкин в нашей культуре навсегда. У Райкина была песенка, если помните, про зрителя в девятом ряду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду. И я просто глубоко уверен в том, чтобы если бы и сегодня Аркадий Исаакиевич был жив, он по-прежнему бы собирал аншлаги. И на его выступление приходили бы люди вне зависимости от возраста. Поэтому я смело могу сказать, Аркадий Исаакиевич, мы с вами не прощаемся. Вы по-прежнему с нами. Мы с вами не расстаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова